Уважаемые дамы и господа, я так представляю вам соперников и в синем углу боец из города Семикаракорск. Ему 23 года, рост 186 сантиметров, вес 80 килограммов, 600 граммов, профессиональный рекорд, 3 боя, 2 победы, 1 ничья, Владжимир Кутлеров. Его соперник в красном углу, представляет город Москва, ему 23 года, рост 188 сантиметров, вес 80 килограммов, 200 граммов, профессиональный рекорд, 2 боя, в обоих одержаны победы, 1 из них нокаутом, приветствуйте Василий Войцеховский. Рефери Виктор Панин. Господа боксеры, господа боксеры, я прошу вас, опасно голову не идем, ни живой за не бьем, слушаем мои команды, я желаю вам удачи. Пожали руки по углам. Синий угол готовы? Капа. Красный угол готовы? Капа. Ровесники Василий Войцеховский и Владимир Кутлеров, оба не битые, и у того и другого по 2 победы, рослые. Ну, что можно сказать, Василий Войцеховский проводит 3 поединок и 3 раз под прицелом телекамер, 3 раз он здесь попадает в трансляцию. И, в общем, хороший, интересный боксер, причем в дебюте он победил не кого-нибудь, а Константина Питерного очень-очень опытного и неприятного соперника, причем обменялись они тогда нокдаунами. Ну, а вспомните второй бой Василия против Дениса Кхаматова, и тогда Василий показал себя таким парнем, которым может ударить. Может ударить, действительно. И тогда он техническим нокаутом во втором раунде выиграл, причем выходил, скажем так, не в статусе фаворита на этот поединок Василий Войцеховский. Денис Кхаматов на момент боя имел послужной список из пяти побед при всего лишь одном поражении. Гораздо опытнее вроде, да, но вот так вот тогда закончил Василий тот поединок. Да, тренирует Василия Войцеховского, Валерий Ефремов. В данный момент он в углу этого спортсмена. Там же Алексей Варакин, это бойцовская команда «Рать». Ох, как Василий включился. А Кристина начал Войцеховский. Давайте так, вернемся к тому, что происходит в ринге. Очень, я бы сказал, уверенный в себе, молодой, уверенный в себе боксер, амбициозный. С хорошим ударом. И с неплохой техникой. Насколько я помню, начинал он, есть у него даже опыт выступления по кикбоксингу вроде бы. Ну, мне вот кажется, от боя к бою, по тем двум боям, которые мы видели у Василия, он прогрессирует. Он прогрессирует. Что касается Владимира Котлерова. Владимир Котлеров, 23 года ему, рослый, 186 сантиметров рост. Хороший вес, кстати, для этой весовой категории, для полутяжелого веса. Три поединка, две победы и одна ничья. Карьеру начал в 16-м году. Но, так скажем, уровень оппозиции Войцеховского повыше. Ничья, кстати, была в поединке против Анатолия Белякова в Геленджике. Напряжение держи. Напряжение держи, поставь. Хороший джеб от Войцеховского. Отвечает Котлеров. Ну, и тот высокий темп, который взяли ребята, должен так поддерживаться вот таким количеством ударов. Мы видим, поэтому у нас вся дистанция 6 раундов. Посмотрим, как это будет продолжаться. Первый, кстати, 6-раундовый бой в карьере Владимира Котлерова. Да и, собственно, для Василия Войцеховского это тоже первый 6-раундовый поединок. Пробивает не первый раз уже джеб по туловищу так Василий. Руки на месте у Войцеховского. Мы видим, он плотно-плотно прижал локтями корпус. Прижал локти к корпусу. Кстати, пока в первом раунде Котлеров чего-то такого опасного тоже не пропустили. Вот сейчас, кстати, пропустил справа боковой. Ну да, мне показалось, что это защитно. Войцеховский решил порубиться, решил обострить в конце. Ох, как и упало сейчас от Василия. Вот это было хорошее попадание под концовку раунда и первый раунд закончен. Ждем второй. Войцеховский. Слышали мы наставления Валерия Ефремова. Войцеховского в углу Василия Войцеховского. Работать слева по корпусу. И не забывать про правый через руку. И стараться не пропускать джебы. Начинаем так немножко тянуть на себя, выдергивать здесь Василий. Владимир снова начинает второй раунд, как и предыдущий, так очень аккуратно. Вторым номером отдал пространство своему сопернику. Ну, все время, кстати, он начинает с джеба и избивает этим атаку Войцеховского. Не дает Василию прицелиться. А вот смотри, Василий пока взял паузу. И уже навтыкал изрядное количество джебов Владимир Котлеров. Ох, чистые два джеба пропускает Василий. Но нужно, мне кажется, Василию что-то делать в этом раунде. Чуть-чуть, на мой взгляд, так зарядился на один удар. Хороший попадает сейчас вот как раз-таки правый прямой Василий. Мне кажется, надо боксировать Войцеховского, не выцеливать. Подсказывали ему в углу, выбрасывая больше удара, чуть-чуть прибавляя оборотов. А сейчас была хорошая двойка от Котлерова, причем точная. Ну, хотя чего-то пока такого, мне кажется, Котлеров не попал. Ох, хороший отверг. Отменялись бойцы. Справа был у Войцеховского. И по корпусу справа попадает Войцеховский. Отвечает джебом Котлеров. Ох, хороший апперкот, еще один был. Ох, вот это попадание справа очень здорово от Войцеховского. На встречных курсах так идет поединок, хотя вторым номером работает вроде бы Котлеров. Достаточно неплохо тут отработал на ближней дистанции Василий Войцеховский. Попытка оверхэнда от Василия, но видит это все Владимир. Он так вскользь, да. Может быть, я не знаю, какие будут корректировки у Войцеховского в углу. Но Котлеров смотрится во втором раунде хорошо. Ну, по крайней мере, в первой половине второго раунда там очень много джебов выбросил точных. Вот, отвечает Войцеховский. Вот, хорошая многоударная комбинация. Наверное, то, что нужно Василию бить 3-4 удара. Поработай, поработай, подергай, подергай, поработай. Призывают из угла Котлерово сделать больше работы в конце раунда. Хорошо, хорошо. О, защищался. А вот здесь пропустил Войцеховский. До этого портался. Скользь не показалось. По тишине, где бьет начальник, бьет Войцеховский. Левый на ревую пили оба бойца. Хороший еще один, хороший апперкос вправо от Войцеховского. Войцеховский у нас должен быть пройдет. Стоп! Неплохой раунд, мне кажется, так набирает обороты в поединок. Уже больше начинают делать оба. Если в первом раунде, наверное, Василий больше владел инициативой, больше толк вперед, больше удастся в ударах, то во втором поменялось. Чуть-чуть раньше. Попить дай, надо дать. Чуть раньше работай, чуть раньше начинай. Левый халай, все. Вообще все, левый. Покажи, левый. Покажи, левый. Покажи, левый. Он заходит, не говори, пожалуйста. Чуть-чуть. Вот были наставления в углу Владимира Котлерова стараться боксировать на опережение. Самому начинать атаки. Ну вот нам показывали на повторе, как вот подцепил таким правильным крюком через руку Василий своего соперника. И ответ. Вот, кстати, несколько таких жёстких апперкотов зашли у Войцеховского. Ну а первая половина предыдущего раунда там хорошо отработал джебом Котлеров, нужно отметить. К экватору подходит поединок. Вот тут, 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 тут. Он уже в дистанции. Нужно тут работать, чтобы не зашёл. Вот здесь уже нужно показать. Нужно встречать Котлерову Войцеховского, а потом сигнализируют ему тренеры. Отсказывает Котлерову в углу, что действительно целится через руку здесь Василий. А низковата, кстати, у Котлерову рука. Она так неплохо прижата под бородку. Но вот сейчас стал, вот сейчас стал он. Хороший обершейн такой под Василия. Целится он этим ударом, действительно. А вот по корпусу, перевод на голову, решил навязать рубку, решил обострить Василий Войцеховский. Действительно, он, на мой взгляд, так, по крайней мере, визуально поплотнее, потяжелее бьёт. Отключается Котлеров. Хорошо сейчас дула Войцеховского. Больше ударов требует из угла от Василия. Владимир продолжает отдавать инициативу. Ох, как менялись, обменялись оба. Хорошая двойка. Отвечает, отвечает Котлеров. Он не собирается сдаваться. Тут никакой удачи нету речи. Тут оба настроены. Просто Котлеров работает старым номером, немного тянет на себя. Сейчас хорошая двойка от Василий Войцеховского. Работай, работай, работай! Работай, работай! Итак, на выходе из клинча, кстати, там попал Войцеховский. Но, возможно, вот эта вот борьба здесь в клинче, на ближней дистанции. Она на руку всё-таки Василия. Он изматывает немножко этим самым Котлерова. Владимир тут чуть-чуть устает. Хотя, смотрите, встал уже на ногах здесь. Владимир Котлеров, видимо, пытается, попытается так встретить своего соперника, где-то порубиться. Клинч. И меньше минуты остается до конца третьего раунда. Мне кажется, чуть-чуть подсократить дистанцию нужно Войцеховскому. Не дает. Не дает. Посмотрите, он постоянно тянет на себя, он немножко уходит, он не встает на ногах. Постоянно встречает джеба. И здесь дистанцию немножко Войцеховский пролетает, мы видим. Сразу же оказывается в клинче. Не заметьте, больше у нас стало борьбы вот здесь в ближнем бою. В третьем раунде чаще стали здесь сталкиваться боксёры. Два быстрых джеба одним силовым, отвечает Василий. Он неплохо провалил, но он не успел дотягиваться, мне показалось. Попал корпус. Ай, пошел, вот так обострялись. Ну, там, после гол-стопа, но извинились бойцы. Давай, давай! Ну что ж, хороший третерал, не предъявленный и конкурентный зашкоррочный. На мой взгляд. Да, абсолютно верно. Слушаем. Слушаем. Василия Войцеховского. Только начал охотиться. Ты начал охотиться за головой. Понял? В корпус идёшь, он тебя проваливает. Почему? Ты не раздёшь. Ты ходишь, ходишь. Раз, вытянулся, блядь. Он тебя бам, провалил. Так ты его дёрни сначала и на возврате бей. Если ты давишь, давишь, шаги назад. Пожалуйста, ты что внимательно хожу. Похитрее, похитрее. Да. Левый, левый, правый. Да, чередуй. Под штальон, просто двойка. Под штальон. И он уже к двухударной привык, и потом блоки расслабляет. А здесь нужен третий удар. Или по печени, или по голове. И он начинает сгибаться. Поднимай перфу. Третий раунд. Четвёртый, простите. Четвёртый раунд. Перевалил за экватор поединок. Ну и мы слышали наставление от Валерия Ефремова. Всё по делу, всё чётко, да. Бить третий удар, не забывать. Закручивай право, когда качать. Право двигаться, а не влево. И не забывать нагружать корпус. О, всё хорошо, вы справитесь. Всё, пожалуйста, третьего не хватает. Вася, третьего ударить. Хорошо. О, хорошо. Сейчас была. Кольциковка услышала Валерия Ефремова. Право, право. Качай, 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 качай. Ждёт, ждёт, ждёт сейчас котлеру. Выбросил джеб. Владимир очень чётко чувствует дистанцию, очень чётко чувствует ситуацию, когда ему нужно ответить. И сам первый лишний раз не начинает. А вот здесь, кстати, попал справа по колумбам в инсайде Войцеховский. Хороший размен. Причём с левым таким крюком по туловищу вышел из этого размена Владимир. О, хорошо сейчас было справа. Хоча это пропустил. Ну, а потом ещё раз справа попал Войцеховский. Мы наблюдаем с вами эпизоды на такие очень яркие размены. Причём инициатором является Василий здесь. Но Владимир успевает где-то контратаковать и успевает ответить. Попал под корпус Войцеховский, попадает слева джебом. Хорошо, иди, иди справа, иди, закрути, закрути. Успёк тут апперкот просунуть слева всё-таки Василий. Закрутил тут, смотрите. Уладимир Войцеховский. Котлеров. Котлеров, прошу прощения. Попал под справа Василий. Но до этого там встретил его. Вот по корпусу попадает Котлеров. Хороший, хороший. Не зови, что не надо. Не становись. Жак нажали. И левая на нём. Дёрни, дёрни его, дёрни права. Дёргай, 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 качай, качай, качай. Пытается, смотрите, выдернуть Владимир Котлеров. Попытался, да. А также атака от Котлеров у вас сейчас была, кстати. Но не пошёл вперёд тут Василий. Понимает он это. На нём будет, дёргай. Вот, вот, вот. Вот, вот, дёргай. Да, хорошо, видели? А то опять, кстати, стал Котлеров опускать левую руку. И шанс для оверхенда. Где твои? Войцеховскому. Качай, качай, качай. Ноги отстают. 30 секунд. Попадает на встречу, да, Владимир Котлеров сейчас. Вот там локоть, мне показалось, был на месте у Василия. А вот здесь вправо попал уже на Ксиховске. Попытка оверхенда от Василия не дотянулся, он чуть... Концовка, концовка четвёртого раунда. Дай, дай! Пошёл, сразу, хорошо. Тут плоном, нет, сейчас. Пошёл! Решил на Ксиховске забрать концовку. Перед самым гонгом просунул правый боковой. Ну, что я могу сказать, мы наблюдаем с вами очень релищный поединок. Очень релищный и конкурентный. У каждого бойца есть свой план, и каждый выдерживает его. Пятый раунд. Первый и пятый раунд в официальной карьере для того и для другого боксёра. Дёргай, дёргай, дёргай. Два аниме от проспекта, напомним. В ринге Василий Войцеховский и Владимир Котлеров. Полный тяжёлый вес и своя категория до 79 килограммов 400 граммов. Понимает Василий, что ждёт навстречу своего соперника здесь Владимир и не летит. Начинает так сам на ногах раздёргивать немного. И так передней рукой расстреливать его. Понял это и Владимир, и начал так постреливать тоже передней рукой. Давай, тут нужно встречать, уже в дистанции, уже в дистанции. С права, в среднем. Дёргай, дёргай. Выдернул на себя, да, Войцеховский. Хорошо, хорошо. Работать надо, вот здесь. Всё, всё, ладно, отлично. Отзащищался там Владимир, ушёл, но контратаки никакой не было. А унициатором всё равно атаки трёхударная комбинация была от Владимира. Защищался, мне показалось. Василий. Отжал в угол здесь Василий. Новый ушёл на ногах, показывает копировку. Хорошо работает, и на ногах показывает копировку. Дёргай, 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 дёргай! У него, в принципе, от, хорошо качался. Какой раз попал здесь Василий. Попадает, и снял. Заправлено руком. Да, есть, есть. Переводить на корпус и начинает клинчевать коплеровку. Каждый раз, когда Василий выбрасывает больше двух ударов, его третий, четвёртый удар достигают цели. Вот там правильному сказал Ефремов, Валерий, что после двух ударов соперник немножко расслабляется, и здесь вот не хватает как раз. Душных третий, четвёртый. Даймал, Валдук, даймал. Да, 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 да! Хороший апперкот, и ещё Анна, от Вайцеховского. И уходит он сам от апперкота. Серии, серии, кричат из угла Вайцеховского. Всё правильно. Войко, что сейчас слева, клесну Вайцеховский. Раз попал ещё справа, здесь Василий. И хорошая Войко. Личная конторка, пытается вернуть обратно всё Владимир. Но Вайцеховский всё равно, да, хорошо прикрыт. Ну, конечно, расслабляет нашим за Василием. Пока, да, ещё два удара попал здесь Василий. Удары справа начали достигать цели в конце раунда этого у Василия. Он пошёл размен, пошёл туда и Тетлеров решил поразмениваться. Под одной из головами ребята. И мне кажется, за счёт концовки всё-таки Василий забрал пятый раунд. Ну вот, пожалуй, я соглашусь с тобой, коллега. Угол Вайцеховского, давайте послушаем. Полотенцвет. Последний раунд, Бася. Как минимум, два раунда ты проиграл. Сейчас буду последний раунд пожать руки соперников, хорошо? У тебя есть, ты как себя чувствуешь? Хорошо. Вот смотри, вот как сейчас, нужны уклоны, нужно драться и бить сериями. Ты всё равно, как только серии, три удара, три-четыре. Ударь два, пауза, ещё два, бля. Понял? Если два делаешь, значит, после паузы ещё бьёшь. И обязательно идёшь за ним с уклонами. И зачем? Ему удобно вот сюда. Заставь его двигаться под твою левую руку, прямо шагя. Пускай он туда движется, ему туда неудобно двигаться. Ты понял? Тебе, бутаты, побыстрее! Всё, это крайний раунд, надо в руках подведать. Ты понял? Дамы, господа, заключительный раунд боя. Хорошего боя вам, давайте. Друзья, мы всё слышали, что сказали в углу. Боцеховского, серийность. И заставить соперника шагать под левую руку. Да, заметьте, только в гонче ударов начал выбрасывать Василий. И всё, начал попадать. Хороший прямой после левого крюка. А вы встретил его Котлеров. Пытается где-то встать. Хорошего боя вам, Войцеховский. И помощи. Мощности, да. Поддавливает Войцеховский. Аперкот проходит. И клинч. Заметьте, практически перед каждой своей атакой Войцеховский делает ложный выпад. Делает финт. Он не летит сразу, готовит все свои атаки. И не остаётся после них, поэтому практически так перестал пропускать в ответ этот Котлерова. Кстати, перестал у Котлерова джеб работать, заметьте. А он перестал в него верить. Он не успевает, не может понять, когда ему выбрасывать. Дёргает, дёргает Войцеховский на ногах. Загружать его, загружать, загружать. Войцех, здоровый. И боковой, и Котлерова поднимается. Не иди за ним, прямой. Уплотный. Поп, снова справа тяжело попадает. И ещё Войцеховский. Да, всё-таки так перехитрил какой-то момент здесь Василий своего соперника. Ответ Котлерова, но больше части по защите. Но здорово отлищался там Василий. Руки были на месте, мы это видим. Котлерова попадает Войцеховский. Добавляет ещё боковой. Смотрите, отличную защиту после своих атак показывает Василий. Продолжает идти вперёд Войцеховский, но руки поднимаются высоко, поэтому встречные удары. На вот этот маятник. Ого, как вошло попадание поднимает Котлерова. Чья капа? А капа была у Владимира Котлерова, вылетела. А именно от удара. Там левый крюк был очень жаткий. Ну, очень-очень много ударов попал в этом раунде Василий. Но он услышал, наконец-то, он услышал своего тренера. Он услышал свой угол, он стал делать то, что от него там просит, и у него стало всё получаться. Вот нам показывают повтор, как раз показывали. Продолжает давление Василий, продолжает раскачивать вот этот свой маятник. Последняя минута шестого раунда, заключительного боевого отрезка в этом поединке. Подсказывает из угла Варя Ефремов промахнулся, сразу ныряй. Два джеба подряд попадает здесь Василий. Ну, надо сказать... Аперкот и боковой от Войцеховского. Пока хорошо перестроился здесь Василий. Снова два тяжёлых боковых он бросает, но там руки были на месте у Котлерова. Ой! А, нет, здесь скользко, скользко прошёл удар. Вот чуть-чуть застоялся, и смотрите, Владимир тут же отвечает двумя ударами. И тут же с лёдом попадает Войцеховский. И ещё раз. Ну, последние секунды раунда, сейчас, я думаю, всё, надо выкладываться этому и другому. А мне кажется, что уже не опток права плотно попал. И отвечает Котлеров, решил тоже порубиться. Владимир Реваншиф пошёл в момент, и какой обмен. Отличная концовка в этом поединке. Стоп! Стоп! Ждём решения судей. Молодец. 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 Уважаемые дамы и господа, итак, в этом бою большинством судейских голосов победу одержал Василий Войцеховский!